Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор. Из названия к этому видео вы, наверное, уже поняли, что сегодня мы делаем полнометражный, большой, детальный, широкоформатный, полноразмерный обзор очень-очень интересного микроствола, микропистолета, который имеет название Colt Junior. Он еще известен как Colt Automatic 25. Junior с английского на русский в вольном переводе можно интерпретировать, наверное, как младший. И вот это его название, Colt-младший, оно не случайно. Дело в том, что вот этот пистолет, это один из двух пистолетов, самых маленьких пистолетов, которые компания Colt когда-либо производила. Вторым таким пистолетом является Colt 1908. Это как бы отец вот этого пистолета. И о нем мы, естественно, тоже будем говорить достаточно подробно, но в отдельном видео, потому что он заслуживает, естественно, отдельного обзора. Вообще вот этим видео я хочу открыть новую серию обзоров про микропистолеты. Это одна из моих страстей. Наравне с карабинами Великой Отечественной войны, наравне с пистолетами, немецкими пистолетами тоже во времен Второй мировой войны, одна из моих страстей это вот именно микропистолеты. Я верю, что я собрал, скорее всего, все ключевые, самые значимые, знаковые образцы стволов, которые подходят под категорию микропистолеты. И, естественно, что о каждом из них мы с вами будем говорить, говорить будем подробно. И начинаем сегодня с вот этого пистолета, который, наверное, не является самым исторически ценным образцом микропистолетов, но, на мой взгляд, является самым-самым пистолетом, с которого можно реально стрелять. Потому что вот в этой вот микровости оружейники мира дошли до такой степени, что... Ну, возьмите, например, Браунинг, Бэби Браунинг пистолет. Он из всех микропистолетов самый маленький, из тех, которые дошли до массового производства. Но стрелять из него практически невозможно. Мы тоже на него, естественно, посмотрим в деталях чуть попозже. Из вот этого пистолета, из Колька Джуниору, можно стрелять. И, в принципе, даже неплохо стрелять, если мы говорим о коротких дистанциях. И это единственное, что делает вот этот конкретный пистолет моим самым любимым из всей вот этой коллекции. Поэтому я решил начать именно с него. Для того, чтобы мы взяли какую-то, сразу поставили какую-то планку, относительно которой вот с точки зрения практичности использования этих пистолетов в реальной жизни, при каких-то реальных обстоятельствах, вот мы от этой планки будем отталкиваться. Но прежде чем мы приступим уже непосредственно к самому обзору, я бы хотел с вами, я не знаю, наверное, посоветоваться, что ли. Дело в том, что я все никак не могу правильно классифицировать микроразмеры вот этого пистолета с точки зрения российской оружейной науки. Давайте поясню, что я имею в виду. Мы, опять же, с точки зрения российской терминологии оружейной, мы точно знаем, что у нас вот этот пистолет может быть классифицирован как стрелковое, огнестрельное, боевое, мелкокалиберное оружие. Правильно? И единственная из вот этих всех классификаций, категорий, единственная из них, которая указывает на его микроразмерность, это, наверное, мелкокалиберность. Но, тем не менее, мы с вами знаем, что есть винтовки довольно большие, которые стреляют мелкашкой, то есть мелким калибром. Ну, допустим, я не знаю, ЧЗ-512. Довольно такая увесистая винтовочка, которая, блин, довольно большая, и она стреляет обычно мелкашкой. То есть сказать о том, что если ствол мелкокалиберный или малого калибра, это автоматически означает его малый размер, так я бы как бы не смог бы охарактеризовать никакой-либо ствол. Совершенно не означает, что он микроствол, если он стреляет мелкашкой. Вот. И поэтому я, на самом деле, в принципе, даже не знаю, как правильно по-русски классифицировать вот именно размеры этого пистолета. С американцами, допустим, или вообще, я не знаю, ну, с англоговорящими оружейниками. Там все понятно. Давайте, чтобы мы предметно разговаривали, я вам построю прям наглядно классификацию по размерам согласно американской терминологии. И вы сразу поймете, что я имею в виду. То есть вот берем, допустим, берету. Мы знаем, что берета – это полноразмерный пистолет. Full-size пистол, да? На берету мы кладем Glock 19. Это следующий тип и размер. Американская классификация называется compact. То есть у нас есть берет 92, естественно, FS. Берет 92 – это у нас full-size. Glock 19 – это у нас compact. Мы знаем, что у нас, допустим, Glock 26, XDM 3.8, тот же самый PM. Вот PM, смотрите. Вот PM. Это у нас является sub-sub-compact, так называемый. Вот если мы положим их друг на друга, оно все будет очень-очень даже наглядно. Вот видите, да? Вот эти вот размеры, вот они идут такой горочкой. Значит, у нас опять же есть full-size, compact, sub-sub-compact. Следующий у нас так называемый pocket-size. То есть мы берем DB380 наш. Обзор на него мы уже делали с вами. И кладем на него. И сверху мы его накроем нашим вот этим Colt Junior, если оно все уляжется. Да, вот так все оно хорошо получилось. И видите, вот это получилась у нас такая горка. И из этой горки понятно, что вся классификация американская, то есть опять же у нас получается full-size, compact, sub-compact, pocket-size и west-pocket-size, так называемый. То есть west-pocket-size это буквально означает нагрудный карман. Pocket-size у нас означает карманный пистолет, что в принципе оно так и есть. Sub-sub-compact, то есть PM, это означает у нас... Ну и вот их тоже называют иногда, допустим, Glock 26 тоже называют их карманным пистолетом. То есть тоже пакет-size. Glock 26 вообще называют baby Glock, да? Ну по сравнению, допустим, с вот этим Junior, ну кто здесь baby, дреная мать? Понятно сразу, правда? Вот, и тем не менее, тот же Glock 26, тот же там PM можно в принципе с большой-большой натяжкой назвать карманным пистолетом. Ну, наверное, это должен быть не карман, а целый карман из щи. Но тем не менее, в какой-нибудь кармане из щи его можно запихнуть и там он будет лежать. То есть, ну уж берет один в старую, я бы, конечно, в карман не пихал. И тем более там какой-нибудь, не знаю, Desert Eagle, да? А вот, и, то есть, видите, с американской точки зрения здесь как бы все понятно. Классификация есть. Более того, у американцев ведь есть классификация по размерам даже в зависимости от модели ствола. То есть, характерный пример здесь, это, допустим, 1911. То есть, мы знаем, что 1911, там основных три типа размера. Это Government, то есть, правительственный размер большой, 5 дюймов. Это Commander, то есть, от 4 до 4,5 дюймов размер ствола, это у нас называется Commander. То есть, ну, как командирский, наверное. И самый, как бы, маленький это Officer. Есть еще CCO, то есть, Conceal Carry Officer. Есть еще Long Slide, то есть, все, что длиннее 5 дюймов, это как бы называется Long Slide. Вот, допустим, 6-дюймовая спортивная версия 1911. Они будут называться Long Slide, но это как бы не совсем типично. То есть, три основных типа размера 1911, они вот так и есть. Government, Commander и Officer. И здесь все сразу становится понятно. Правда? То есть, все становится на свои места. А вот с точки зрения российской классификации, я ни хрена ничего не могу найти. Вот именно конкретно то, что бы классифицировало именно размер пистолета или вообще краткоствола. И помещало бы каждый конкретный краткоствол в свою собственную категорию. Без вопросов, без каких-то, знаете, вот каких-то недомолвок, недожимок и недоумений, я бы так сказал. То есть, если вы точно знаете, где я ошибся, поскольку, естественно, что вы все, каждый из вас, гораздо более образованнее и осведомленнее, чем я в оружии, что явно явствует из всех ваших комментариев в данном канале, да, вот, то, понятное дело, что все вы знаете, где я неправ и как правильно классифицировать вот этот конкретный микропистолет. Для себя, вы слышите, что я называю его микропистолетом, никто в мире их не называет микропистолетом, просто мне так удобнее, я вот у себя на канале ввожу новую категорию. И мы теперь вот эти пистолеты, пистолеты такого размера, которые меньше пистолетов, допустим, тот же Diamondback, тот же Ruger LCP, тот же Killtech 9, вот, меньше вот этих всех покет-пистолетов, карманных пистолетов. Я их буду называть просто-напросто микропистолетами. Давайте я вам, чтобы показать вам его реальную микровость, насколько он действительно маленький, я вам просто покажу, как он выглядит вообще на ладошке. Помните, мы когда делали обзор на DB80, вот этот, я его просто с самого начала взял, накрыл вот так ладонью, да, и сказал вам, что вот у меня под ладонью сейчас находится нормально хороший боевой пистолет. И это было как бы, ну, наверное, показательно, да, что вот, в принципе, DB80, вот он вот такой вот, в любой карман залазит, очень удобный, очень, так сказать, я не помню, проверяли мы его или нет, носить с ним еще. Вот, и, то есть, с ним вполне, ну, я не скажу, что это самый удобный в мире пистолет, но, тем не менее, двумя пальцами, то есть, помните, нормальный хват какой у нас, это рок-н-ролл, да, то есть, вот так, если мы вот здесь два пальца у нас охватывает рукоять, и большим пальцем можно, так сказать, свести это все в такой круг, как бы полукруг, я не знаю, как правильно это называется по-русски. Мы можем прийти к вот этому вот рок-н-роллу, да, помните, вот он вот, рок-н-ролл у нас есть. Палец мы на спусковой крючок кладем только тогда, когда мы готовы стрелять. Помните, одно из правил обращения с оружием. Вот, и вот этот у нас рок-н-ролл, он, в принципе, и в этом пистолете точно так же повторяется, то есть, у нас, видите, два пальца держит рукоять довольно спокойно, и мы можем вот так вот тот же самый рок-н-ролл здесь произвести. Естественно, что этот пистолет еще меньше, чем, допустим, Diamondback, который мы с вами до сих пор считали просто микропистолетом. Посмотрите, насколько он меньше. Он реально меньше по всем параметрам, включая даже толщину, хотя вот этот считается, ну, один из самых тонких пистолетов на рынке. Если мы не берем вот здесь только накладки, да, в накладках он примерно такой же по толщине, как Diamondback. При этом мы знаем, что вот карманные пистолеты, вот этот размер, типа размер вот этих карманных пистолетов, он включает очень много моделей. Это 380 ACP калибр, и в этом калибре, особенно в последнее время, вот какая-то пошла мода, ну, целая куча пистолетов появилась уже вот за последние, наверное, лет 15, и продолжают появляться. Даже тот же Taurus там сделал какой-то новый Curve, вот этот пистолет, который естественно и ожидаемо оказался полным говнищем, но, тем не менее, они там потратили дикие деньги на рекламу, и никто его не покупает. Ну, и это тоже 380 ACP, и тоже вот, понятно, Taurus погнался за всеми и попытался сделать что-то великое, как у них обычно бывает, сделали полное говнище. Вот, а сюда же входит у нас, естественно, Smith & Wesson Bodyguard, первые версии были не очень удачные, вот последняя версия вроде как ничего. Ruger LCP, вот я до тех, пока я не купил Diamondback, я с собой носил в качестве пакет пистолета, носил с собой как раз Ruger LCP, а мне он не очень нравился, мне очень не нравился его спуск. Каждый раз, когда я из него стрелял, у меня палец, блин, ударялся в спусковую скобу, и как-то было довольно больно, то есть не очень приятная стрельба из этого пистолета. Но последняя версия, вот сейчас они выпустили обновленную версию, вроде они все это исправили, я из него стрелял, вроде так ничего, вроде нормально. То есть, очень-очень много пистолетов в этом, вот в этом классе, и это пистолеты, я уже сказал, калибра 380 ACP. И пистолеты вот такие вот вестпаки, то есть, по-нашему теперь микропистолеты, я не вижу, чтобы их кто-то сейчас выпускал. И здесь просто-напросто очень, да, ну, чтобы размер вам дать, вот, смотрите, вот он лежит на ладони, то есть полностью, абсолютно полностью умещается на ладони. Залазит буквально в любой карман, и не такой уж и тяжелый, даже если он полностью заряженный, с ним вполне спокойно себе можно обращаться. И, ну, я стрелял из него, естественно, стараюсь как бы поменьше из него стрелять, но... А, что я мысль потерял. Да, но тем не менее, он вполне, как говорят американцы, шутабл. То есть, из него очень даже можно стрелять, и нет особых никаких с ним проблем, за исключением того, что он действительно очень-очень маленький. И проблема с этим, с такого рода типоразмером, то есть, вот эти вот West Packet пистолеты, она вот именно кроется в размере, в их размере. И дело в том, что здесь у подавляющего большинства этих пистолетов, вот просто взять и обхватить вот такой двухпальцевый рукенрольный хват, да, как я его называю, вот такой, он практически невозможен. Взять Берету 418, взять тот же самый Бэби Браунинг, да, у них единственное, что можно надежно сделать, это обхватить его таким кольцом, то есть, одним пальцем, грубо говоря. Ну, как щелбанда, да. Второй палец лежит уже где-то вот здесь, и это крайне-крайне неудобно. Плюс ко всему, у них практически у всех затвор очень сильно кусается. То есть, помните, мы говорили про некоторые пистолеты, когда затвор идет, отводится назад, да, и перед тем, как начать накат затвора, он вот этими вот краями, обычно, вот этими вот краями, обычно они такие довольно, ну, я не скажу, что острые, но такие кусачие. Вы, если взяли вот каким-то таким конкретным хватом этот пистолет, видите, вот может он просто взять, вам кусок кожи сдереть, совершенно спокойно. И вот эти вот микропистолеты, они этим и больны, что мне, например, из большинства микропистолетов просто страшно стрелять, именно из-за того, что он, блин, снесет тебе половину руки вот здесь, и, ну, страшный дел. Вот этот пистолет, чем отличается, видите, у него обычный Beaver Tail, ну, как это, хвост бобра, да, который очень-очень помогает в данном случае. То есть, я могу здесь работать с затвором, как хочу, у меня полноразмерный, нормальный, хороший хват, и, тем не менее, затвор принципиально не трогает мою кожу, хотя он входит от нее довольно близко. И это очень важно. Очень важно для того, чтобы чувствовать себя нормально, когда ведешь стрельбу из этого пистолета. У Джуниора вообще конструкция, в принципе, довольно интересная. То есть, посмотрите, он действительно у нас микро, да, маленький, малюсенький пистолетик, абсолютно маленький. Давайте, опять же, вот еще разок сравним его с Глоком 26-м. Ну, понятное дело, что здесь, конечно, мы говорим просто о каком-то, я не знаю, мастодонте и карлике, да. И вместе с этим Глок, в принципе, из него, я не знаю, полмира стреляет с 26-го, все с ним нормально, все в порядке, никаких у нас проблем. Нет, вот. И вместе с тем, вот когда мы берем вот этот хват, мы тоже видим, что у Глока, в принципе, 26-го, я говорю 26-го, что у него, в принципе, только два пальца. Мизинец здесь в хвате не участвует вообще. Мы, по-моему, с вами об этом говорили. И мизинец не так уж и важен. Для меня хорошо, конечно, если взять там какой-нибудь компакт или полноразмерный. Хорошо, если мизинец участвует в хвате. То есть, мне это очень приятно, мне это добавляет какой-то уверенности при стрельбе там и так далее. Наверное, как-то еще положительно влияет на точность. Но, если мизинца нет, да, грубо говоря, и бог с ним. На 10 метров я попаду куда надо. И поэтому хват в два пальца очень важен. У большинства микропистолетов на два пальца не хватает длины рукояти. Ну, наружной длины рукояти, выступающей части. У этого пистолета, у Джуниора, хватает. И при этом, смотрите, вот несмотря на то, что у него огромный такой, видите, огромная разница с Глоком 26-м. Давайте посмотрим вот сюда. Вот видите, вот здесь, грубо говоря, что у Глока 26-го, вот выемки под скобой, что у Джуниора. У них, в принципе, одинаковый размер абсолютно для хвата. Вот так. Видите, абсолютно одинаковый размер. То есть, несмотря на то, что этот пистолет значительно меньше, тоньше, и вообще, в принципе, он микроскопичен по сравнению с Глоком 26-м, хват у них подобный, ну, за исключением, конечно, того, что здесь спусковой крючок находится немножко ближе, конечно, к руке, что, ну, крутости пистолета не добавляет. У 26-го и с этим, конечно, все в порядке, абсолютно в порядке. Вообще, мода на этот тип оружия идет с самого начала 20-го века. Браунинг был самый основной, по-моему, пионер, который, ну, как сказать, отпионерил этот типоразмер в пистолетах, да. Он, в принципе, любил микропистолеты. Он всегда говорил об этом. До конца своей жизни он продолжал над ними работать. Ну, он работал сразу одновременно над многими вещами. Но вот микропистолеты как бы входили в его, как бы, мир интересов самого Браунинга. И до Браунинга многие пытались делать, итальянцы на то время делали очень много микропистолетов. Про микроревольверы, допустим, я вообще молчу, там их была просто тьма. По-моему, каждая компания обязательно имела у себя какой-нибудь, мать его за ногу, микроревольвер. Вот. Но поскольку пистолеты, особенно в таком типу размере, они гораздо более сложны в производстве. И, как бы, ну, наверное, нужно иметь какие-то кишки у себя. Действительно какие-то, я не знаю, мужские достоинства, чтобы решиться на производство вот такого вот пистолета. Мы помним, что это начало 20 века, правда? Практически все делалось вручную и так далее. Вот. То я бы сказал, что мода сама вот эта вот на микропистолеты, она не была продиктована спросом на рынке. То есть, поскольку такие пистолеты тогда просто не существовали, то есть спроса и не было, поскольку рынок, в принципе, не знал, что спрашивать-то. А мода эта, насколько я вот читаю из всех каких-то там воспоминаний и вообще каких-то описаний, биографий, всех этих оружейников. Я, насколько понимаю, что вся эта мода пошла от желания производителей показать и доказать всему миру, в частности, конкурентам. Вот смотрите, что я могу. Смотрите, каких вещей я могу добиться просто вот, я не знаю, своим гением, своим каким-то образованием там и так далее. И Браунинг, конечно, тоже этим грешил, как этим грешил любой конструктор, безусловно. Вот. И Браунинг сделал с самого начала довольно знаменитую модель FN 1905. Точно такую же ее полную копию Кольт начал выпускать под названием 1908. Об этих моделях мы, естественно, будем говорить. Опять же, в других обзорах. Вот. И потом уже до 40, по-моему, до 47-го года Кольт выпускал 1908 модель. Она была весьма-весьма популярна. Она поставлялась в войска. Она принимала какое-то участие во Второй мировой войне. Бла-бла-бла. Вот. Потом был почти десятилетний перерыв в производстве таких микропистолетов у Кольта. И потом Кольт заказал... А Кольт, на самом деле, в то время, в начале 50-х, в конце 40-х, в начале 50-х годов, они уже задумывались о том, что надо бы как-то модифицировать 1908. Плюс ко всему, вот, курковые пистолеты были тогда значительно более популярны, чем страйкеры. Глока тогда еще, естественно, в помине не было. Поэтому о страйкерах было такое мнение, что это все-таки не курковый пистолет, знаете. Вот. И Кольт начал подумать о том, что, ядрена мать, надо бы нам модернизировать вот этот вот 1908, который у нас выпускается уже хрен знает сколько лет, и сделать из него что-нибудь такое курковое, куркоподобное. И они, на самом деле, сделали такой прототип. Я, к своему студу, не помню ни хрена, как он назывался, но в Википедии где-нибудь наверняка можно найти целую кучу упоминаний об этом прототипе. И дальше прототипа Кольт не пошел. Дело в том, что уже тогда, в 50-х годах, уже было понятно, что производить что-либо в США будет дороже, чем производить то же самое в Европе. Поэтому Кольт сделал очень интересную вещь. Он скооперировался с компанией Астра, испанской компанией Астра, которую мы все с вами, естественно, знаем, которая являлась чуть ли не крупнейшим поставщиком краткостволов для вермахта, допустим, в Второй мировой войне, и вообще была на то время очень-очень крупная компания, у нее были свои разработки и так далее. И Астра тогда, на тот момент, выпускала пистолет, который является точной, вернее, вот этот пистолет является, который точной копией, и назывался он Астра Кап, то есть Астра-щенок. И Кольт просто-напросто взял сначала и сделал прототип. Понял, что если они будут произведить этот прототип на территории США, то это будет стоить хрен знает сколько, и никакого смысла нет, поскольку они за такие деньги никогда этот пистолет не продадут в разумных количествах. И поэтому они просто-напросто взяли и договорились с Астрой, что они будут импортировать Астра Кап, импортировать ее под названием Кольт Джуниор. Вот этот Кольт Джуниор они придумали как раз специально для вот этой операции. То есть у нас вот эта модель как раз является испанской моделью, если вы здесь видите, у нас есть конкретно написано Made in Spain for Colts, видите. Буквы CC после серийного номера означают как раз, что это испанская модель, которая была импортирована вот этой компанией на территорию США. И здесь у нас, видите, написано Junior Kольт, некоторые модели пишут наоборот Кольт Джуниор, вот и калибр 25 ACP у нас. Здесь в принципе вот, ну и какая-то еще есть маркировка, я не буду ее сейчас, честно говоря, касаться. Здесь много всякого на самом деле, особенно если внутрь полезть. Вот, маркировки мы давайте с вами не будем касаться, потому что это вообще отдельная тема, когда-нибудь, как-нибудь мы с вами про маркировку поговорим. Вот. Кольт таким образом импортировал где-то порядка 40 тысяч вот этих вот астрощенков под видом Кольта Джуниора и импортировал, я имею в виду, на территорию США. И продолжали они это делать с 58-го года по 68-й год. В 68-м году в Штатах приняли закон, который очень резко ограничил импорт краткостволов на территории США и заставлял производителей производить эти краткостволы здесь, на территории США самим. И после этого Кольт, ну поскольку государство реально повлияло на рынок, то есть прекратило нахер весь импорт, соответственно, уже сколько он стоил, этот пистолет, производство США или производство Европы уже не играло не такую роль, поскольку конкуренция была просто искусственно ограничена. И поэтому Кольт решился взять конкретно вот этот пистолет, который уже был довольно популярен, все-таки 40 тысяч экземпляров было продано за 10 лет, и взять его просто копию, начать вот копию вот этого пистолета, производить на территории США. И они начали это делать в 71-м году и закончили в 73-м году. И вот за два года они здесь сумели произвести 100 тысяч, ну, около 100 тысяч образцов вот этого пистолета. И вот он как раз, вот эта версия американская, Кольта Джуниор, называлась Кольт Автоматик 25. Они перестали называть его, перестали рекламировать его как Джуниор, чтобы отойти от вот этой вот зависимости. Ну, как это сказать? О, Сёма пришел. Сёма, что ты такой мяучишь? Сейчас я с котом поговорю. Я извиняюсь, у нас тут очень плохая погода, уже где-то дня 3-4 идет непрерывный дождь. Вот, и кот-то засранится. Он не знает, куда себя девать. Спать неохотно, он всю ночь спал. На улице идти тоже не может, потому что там дождь, он дождь ненавидит. И не знает, куда себя девать. Ходит по дому, мяучит. И знаете, как очень интересно происходит? То есть в доме сейчас 3 двери, и плюс одна еще там где-то в подвале, да? Ну, двери наружу. Вот он подходит к одной там где-нибудь на кухне и стоит, мяучит. Я ему ее открою, он туда морду высунет, там дождь. Ага, обратно заходит, я закрываю дверь. И тут же бежит там к другой входной двери, допустим. Вдруг там дождя нет. Я открываю эту дверь, он морду высовывает. Нет, здесь тоже дождь. Окей, закрываю. Идет к третьей двери. Я открываю третью дверь, значит, он туда тоже морду убедится, что там тоже дождь. Я ее закрываю. И вот пока он все три двери не обойдет, динь трат, раз в два часа, он будет мяукать, орать, что дайте посмотреть, есть там на улице дождь или нет. И вот он ко мне в подвал пришел, типа мяучит, пойдем смотреть, кончится дождь или нет. У него же там хозяйство на улице, там же птички, белочки и так далее. И плюс злобные вражеские соседские коты могут прийти какую-нибудь лягушку сожрать без спроса. Представляете? А он дома сидит, и все вот это без него там происходит. Бедный кот. Так, мы продолжаем. И американцы, Кольт, я имею в виду, они попытались заодно, поскольку они уже собрались производить копию щенка здесь, на территории США, заодно отойти от вот этой зависимости от европейского, так сказать, производства, от европейской истории вот этого конкретного пистолета. Ну, потому что тогда, в те времена, ну, Детройт был лучший город в мире, да, американское, все американское считалось просто супер-дупер, а все, что европейское, было как бы не особо. И Тойота только-только начала поставлять сюда первые машины, и все так посмеивались над ними. БМВ было не очень круто совершенно, то есть, Мерседес, БМВ были, ну, какие-то там европейские машинки, блин, Кадиллак, вот это была Сил, Олдсмобил, вот это, да. И то же самое и Кольт. Естественно, захотел сразу уйти от вот этой вот зависимости от европейского производителя, поэтому они его переименовали из Кольт Джуниор, переименовали его просто Кольт Автоматик 25. Конечно, когда я говорю Кольт, сказал, Кольт сделал, Кольт там, я не знаю, договорился, и все такое прочее, я не имею в виду самого Сэма Кольта, который помер, слава тебе, Господи, в 19 веке. Я, естественно, имею в виду саму компанию Кольт. Ну, просто так повелось, Кольт это как бы в определенных категориях Кольт это имя нарицательное. Ну, допустим, вот если мы говорим о 1911, да, большинство людей, не сведущих в оружии, всегда спросят, а как насчет Кольт-пистолета, вот этого знаменитого 1911? Хотя мы-то знаем, что Кольт был один из многих производителей платформы 1911, один из трех основных поставщиков платформы 1911 американской армии во время Второй мировой войны и после нее. И, ну, к примеру, Спрингфилд тот же самый, сделал 1911 их больше, раза, по-моему, в два, чем Кольт. И Кольт только ненамного больше сделал их, чем Ремингтон. Поэтому нельзя говорить, что это, что этот пистолет является как бы Кольтом. Хотя Кольт, естественно, заплатил за производство, он оплатил вообще всю разработку его и так далее, но сделал это, по сути, на государственные деньги. Поэтому, когда мы говорим Кольт 1911, можно понимать, что это не совсем, не совсем, как бы, аккуратно, не совсем правильная фраза. Ну, это, наверное, то же самое, что мы сейчас говорим, там, у вас какой Xerox, там, я не знаю, Кэнон или Хиллит Покар, да, или какой у вас джип, Мерседес или BMW. Ну, как бы, для специалиста это бред, для нашей повседневной жизни это нормально. В принципе, Кольт, если мы говорим о самом Самуэле Кольте, да, он как таковым оружейником-то не был никогда. И здесь тоже какая-то мисконцепция все время проходит, потому что говорят, вот, Кольт, изобретатель, уравни, как это, то, что он уравнял всех людей, да, изобретя свой револьвер. Единственное, что, грубо говоря, изобрел сам Кольт, это индексация барабана у револьвера. Давайте мы сейчас возьмем револьвер и об этом поговорим поподробнее. Вот, смотрите, сейчас я эту камеру. Если мы возьмем, это Smith & Wesson 686, обзор на него есть, если вам интересны револьверы, покопайтесь в плейлисте револьверы. Да, ну, прежде всего, убеждаюсь. Вот, и вот сам по себе револьвер, как таковой, ну, все говорят, что это Кольт, это он первый, он там сам основной, он сделал всякие вещи там в револьвере и все такое прочее. Но, компания Кольт сделала всякие эти вещи с револьвером, которые сделали револьвер таким, как он сейчас есть. А сам Кольт изобрел, собственно говоря, индексацию этого револьвера. То есть, вот, когда мы берем и откидываем барабан и ставим барабан на место, в рамку, да, то вот это вот, во время выстрела, вот это вот точная индексация каждой камеры по оси канала ствола, абсолютно точная, гарантированная, она как раз делает этот револьвер, во-первых, весьма и весьма унифицированным, во-вторых, она делает его весьма и весьма безопасным, весьма и весьма, так сказать, стрелябельным, как правильно я не знаю по-русски перевести слово, шутабл. И вот как раз вот именно вот эта индексация барабана как раз и является тем, над чем работал Самуэль Кольт, тогда, когда отец его отправил на шхуни подальше кедрение маме от дома, лишь бы он чем-то ребенок делом занимался. И вот тогда он там, смотря на якорную цепь, как, я не помню, как называется этот агрегат, который наматывает якорную цепь, вот как раз вот этот агрегат ему навел его на мысль о том, как сделать барабан. Кстати говоря, изначально Кольт, в принципе, планировал сделать что-то наподобие, я не знаю, пушки Гаттлева, потому что он, ну, на то время револьверный тип подачи патрона, в принципе, он уже существовал. Французы были тоже такие пионеры в этом деле, они отпионерили, вот словечко, да, отпионерить. Французы отпионерили унитарный патрон, то есть вот гильзу соединили с пулей, с капсулем, там, с зарядом и так далее. И то же самое, они, в принципе, очень много работали над револьверной схемой пистолета, но над чем работали французы и чем вообще, в принципе, занимался Кольт с самого начала, это, представьте себе, пять стволов соединены в такой вот, как бы, барабан, то есть вот если каждую камеру взять, из каждой камеры торчал бы свой собственный ствол, и вот эти пять стволов вращались на этом барабане и подавались каким-то образом в рамку или на какую-нибудь ложу там, и вот, грубо говоря, вот такая вот пятиствольная пушка получалась, да. И только потом, где-то уже под конец, наверное, своей какой-то юности, когда он уже начал становиться более-менее взрослым человеком, Кольт, он додумался, что, в принципе, здесь вот такая вот индексация, видите, вот эти вот проточки, вот эти специальные в барабанах, вот эти вот выточки, да, опять же, я не знаю, как они по-русски называются, хрен бы с ним. Он додумался, помимо этой индексации, еще нанять людей и нанимать правильных людей, то есть вся разработка всех револьверов Кольт, она была сделана благодаря умению Кольта не создавать оружие, а искать правильных оружейников, искать правильных инженеров людей, которых он заражал вот этой идеей, и именно как раз Кольтовские ребята додумались до того, чтобы взять и отрезать нахрен все эти стволы, поскольку никакой нормальной работающей модели, в принципе, так никто и не создал, с вот этими вот револьверными стволами, да, пятью штуками, и они сделали, во-первых, они сделали шестикамерный барабан, а во-вторых, они догадались, что ствол-то должен быть один, просто нужно давать нормальную подачу, поскольку уже была индексация, нормальная барабанная, Кольтовская, сама индексация, то все как бы сложилось вот в такой вот механизм, который сейчас мы знаем, как простой обычный револьвер. Я только сейчас сообразил, что начал рассказывать про Кольта, хотя совершенно не планировал, в принципе, поскольку у нас вот этот ствол, грубо говоря, испанский, да, и к Кольту имеет весьма и весьма посредственное отношение, то, как бы, биография Кольта здесь, она, ну, довольно, как бы, наверное, ни при чем. Но, тем не менее, раз уже начал, давайте чуть-чуть про Кольта поговорим, тем более мы про него никогда еще не говорили на этом канале, наверное, уже просто пора, поскольку человек действительно ключевой. То есть Кольт, Винчестер, Смит, Энн, Вессон, оба, значит, это были ключевые люди на то время, Браунинг, естественно, на то время, когда изобретались основы вот этого современного оружия. Мы сами понимаем, да, что, в принципе, с оружием за последние, блин, два века ничего нового-то не произошло. То есть мы имеем какие-то новые модельки, какие-то новые материалы, какие-то новые способы одного и того же принципа метания куска металла на какое-то расстояние с помощью взрыва. Нам обещали лазеры, нам обещали какие-то там мечи в «Звездных войнах», которые там, я не знаю, разрезают с одним ударом там бронированные двери и все такое прочее, да. Ну, в принципе, ничего этого нет. То есть все оружие, которое у нас есть, либо сам взрыв, то есть бомба или снаряд, либо доставка этого взрыва куда-то, это вот снаряд или ракета крылатая или еще что-нибудь такое, либо просто напросто поливание куска металла куда-нибудь на относительно большое расстояние с определенной какой-то точностью, правильно? Вот. И поэтому все, что разрабатывалось вот в те времена, это середина 19-го, конец 19-го века, мы сейчас до сих пор теми разработками и пользуемся. Мы должны как это понимать и быть, наверное, все-таки благодарны вот этим людям. И поскольку основа вот этих разработок происходила в США, то вот как раз не упомянуть самого практически главного человека, который очень много повлиял на разработку этого всего оружия, Самиэля Кольта, было, наверное, все-таки неправильно. Поэтому давайте чуть-чуть про него все-таки поговорим. Самиэл Кольт родился в начале 19-го века, помер, когда ему было 47 лет. В принципе, очень так прискорбно. Мне, например, 47 лет сейчас, да, я чувствую себя как 16-летний пацан до сих пор, а он в это время уже помер. И в принципе у них в семье такая какая-то была, я не знаю, карма что ли, как это назвать. У него было три сестры. Все трое сестер померли, когда им в раннем возрасте. У него было еще два брата. Один брат тоже умер, когда он был вообще практически юношей. Второй брат кому-то в раннем возрасте задолжал денег, когда он был вообще молодым пацаном еще. И вместо того, чтобы отдавать эти деньги, он его взял и убил кредитора. Потом его поймали и, по-моему, казнили. У самого Кольта он под конец жизни женился. И женился по любви. Там была такая счастливая, вообще счастливый брак. Очень у них такая пышная свадьба была, потому что к тому времени он был уже очень богатый человек. Один из самых богатых людей Америки, в принципе. И они успели нарожать до его смерти, успели нарожать четырех детей. И только один из этих четырех дожил до зрелого возраста. Остальные все умерли либо детьми, либо в юношеском возрасте. Вообще там, конечно, у него какая-то беда происходила со всеми этими семейными делами. Но хорошо, речь сейчас не об этом. Кольт, в принципе, в детстве был абсолютным, просто конкретным, стопроцентным сорвиголовой. Его ненавидели все соседи. Он был просто реальный вождь краснокожих, который донимал абсолютно всех своей брутальностью. У него был абсолютно взрывной характер. Причем он был не злой человек, он был взрывной человек. Его интересовало все. Особенно интересовала химия. И особенно из всех химических процессов, он интересовало что-нибудь вот дистрактив. То есть то, чем можно было чего-нибудь взорвать, поджечь, там, уничтожить, что-нибудь такое. Он, кстати, химией интересовался гораздо больше, чем он интересовался механикой или там оружейным делом. Ну, какими-то там, я не знаю, станками и так далее. Он любил что-нибудь поджигать. И это сказалось потом на том, как он сделал компанию, минную компанию. Они там взрывали подводные мины. Ну, сейчас об этом тоже поговорим. И ходит легенда о его четырехствольном пистолете. Я до сих пор не знаю, правда это или не правда, но легенда такая есть. Ее рассказывают очень многие. И легенда гласит о том, что Кольт, будучи подростком, сделал свой первый пистолет. И пистолет, идея его была какая, что вроде один ствол это не круто. Ну, уже по тем временам было не круто. Два ствола это было как бы, ну, тоже никого не удивишь. И он взял и сделал четыре ствола. А поскольку с механикой в те времена было туго, у него все четыре ствола, вместо того, чтобы стрелять друг за другом, они стреляли одновременно. То есть, я так полагаю, там было четыре курка, наверное. Вот. И вот этот одновременный выстрел, он там должен был поразить вообще всех окружающих и убедить всех соседей в гениальности самого Сэма. Ну, реальность была такова, как гласит легенда. Опять же, я не знаю, правда это или нет, но вот легенда гласит о том, что при первом же выстреле ему чуть не оторвало руку, разорвало нахер все эти пистолеты. Мы помним, что унитарных патронов на то время не было еще ни хрена, правильно? И все были лоудед. То есть, надо было засыпать порох в каждый ствол, нужно было вставлять пыш, потом пулю, потом еще пыш. Вот. И, соответственно, если ты пересыпал там на пару граммов, то у тебя был риск того, что все пойдет не так, как ты планируешь. А еще, если ты и тяны же простой, то, понятное дело, все это умножается на сто сразу, вся опасность. В общем, была такая легенда. Отец его сослал к кедрине матери, только дождался его совершеннолетия и сослал его куда-то на работу. На той работе он там тоже кого-то пытался поджечь. В итоге его оттуда выгнали. Потом отец, отец был фермер, и в основном из-за того, что у него гибли дети, и там действительно были какие-то трагедии, они переехали в город, и отец стал, занялся какой-то коммерцией там, я не знаю, не помню какой. Вот. А коль-то он сплавил на шхуне в длительное плавание куда-то. И вот я уже, как говорил, он как раз на этой шхуне изобрел свой принцип индексации барабана. И потом, когда коль пришел, он изначально оружием-то не стал заниматься. У него, во-первых, не было денег ни хрена, а во-вторых, у него была вот эта вот идея подрыва, идея взрыва какого-то, идея создать какой-то химический процесс, который можно управлять электричеством, замыкать который, ну, некий, я не знаю, взрыватель, наверное, который можно было замыкать удаленно электричеством, и удаленно чего-нибудь взрывать. И вот взрывать удаленно он догадался, что он догадался сделать подводную мину, которую, значит, по проводам он замыкал с помощью, каким-то образом с помощью электричества, и она под водой взрывалась и давала очень интересный эффект, особенно если глубина была небольшая. Тоже ходит легенда, но здесь уже, наверное, не легенда, здесь, наверное, это было на самом деле, потому что очень много биографов его упоминают об этом, что он в какой-то момент, будучи студентом университета, он, значит, развесил везде объявление, что Самуэль с Кольт в такой-то день продемонстрирует очень охрененная такая штука, это подводный взрыв, значит, и взрыв одного плота на пруду. Ну, значит, приходите, посмотрите. Он действительно произвел этот взрыв, он сделал мину подводную, значит, произвел этот взрыв, единственное, что он промахнулся мимо этого плота, и волна, которую он поднял этим взрывом, окатила нахер всю прибрежную эту публику, на что он, ну, там были очень много злых людей, ему там пришлось чуть ли не бежать оттуда. Ну, тем не менее, вот эта идея его захватывала, и самая первая относительно успешная его компания была не револьверная, она была как раз минная. Что они сделали, когда он уже подрос, у него там появились какие-то деньги, он договорился с каким-то там государственным агентством, которое отвечало за закупки оружия для американской армии северной, он договорился о демонстрации вот этих вот подводных мин где-то на каком-то заливе в Атлантическом океане, наверное, на территории США, я не помню, сейчас я говорю, где именно это было, скорее всего, Нью-Йорк, наверное, или Вашингтон, что-нибудь где-нибудь, или Балтимор, где-нибудь вот в тех местах северных. Вот, значит, договорился, что где-то на мелководье он подорвет две шхуны, ну, какие-то там, я не знаю, видимо, уже изжившие себя шхуны, вот, и подорвет их прямо удаленно с берега. Ну, и все собрались посмотреть, и ему реально это удалось. То есть, он взял, подорвал две шхуны удаленно. То есть, представляете, вот такая вот рыбалка 80-го уровня, да, ты сидишь на берегу, у тебя в руках проводочек, ждешь, пока твоя шхуна подойдет в определенное место, замыкаешь, рванет, и шхуна готова. То есть, рыбалка та же самая, но вместо акул и китов у тебя, значит, какие-то шхуны. Это просто круто было. Ну, в результате вот этих вот шхун и подрывов всех он реально получил контракт от американской армии на поставку каких-то мин, на производство каких-то вот таких вот морских действий по поводу вражеских шхун. Далеко этот контракт не пошел. Потом его с ним расторгли, там у них были какие-то проблемы и так далее. Сейчас не будем на эту тему. Вот, и в итоге он пришел к тому, что уже с какими-то деньгами, часть из которых он занял у своих родственников, часть из которых заработал сам, зарабатывал он их очень интересно. На то время был изобретен смеющий этот, ну, laughing gas, как по-русски, я не знаю. Это тот, который у дантистов применяют, обезболивающий газ, который заставляет тебя ржать как полоумного. Я никогда не пробовал этот газ, но говорят, что там действительно, как только ты его попробуешь, сидишь ржешь как полный придурок. Вот этот газ был как раз изобрен в начале 19 века. И Кольц с баллоном этого газа ходил, значит, по Коннектикуту и предлагал людям на улице попробовать. И, значит, все стояли смотрели, как пару народов, пару человек сидят там на углу и ржут, как сумасшедшие. Кольц за это деньги брал. В общем, на этом он сделал свой первый капитал. Вот, ну, как вы видите, парень действительно был очень прикольный, очень такой, знаете, неординарный человек. И вообще личность была очень интересная. В итоге, в общем, там у него долгая была жизнь, но в итоге он пришел к тому, что он построил свою револьверную компанию, сделал это он у себя в Коннектикуте. Сделал это он с помощью рекламы, которую ему дали вот эти первые его револьверы, которые он поставил техасским рейнджером. Там Сэм Уолкер, так знаменитый. И вот этот его второй револьвер, который был, наверное, наиболее успешный, который дал ему наиболее такое имя, Кольц. Револьвер, который начал сформировать вот это имя Кольц. Он как раз назывался Кольц Уолкер. И это как раз тот случай, когда техасские рейнджеры с помощью Кольцовских револьверов смогли в 15 человек противостоять 70 этих Каманчи индейцев в их войне с индейцами. И вот как раз этот случай дал ему огромную рекламу, дал ему какие-то уже связи в военных, конкретные связи, именно не по поводу каких-то мин, блин, полумифических, а какого-то уже конкретного реального оружия. И компания начала развиваться. Пошли большие заказы. Первый заказ был, по-моему, как раз от техасских рейнджеров, по-моему, на тысячу револьверов, что по тем временам был просто неслыханный огромный заказ. Они его сумели выполнить. Часть контрактов они не могли выполнить. Потом началась гражданская война. Кольц, естественно, поскольку он капиталист, он торговал и с югом, и с севером. Ему было совершенно плевать, кто там чего-либо, лишь бы покупали револьверы. И к чему он пришел в итоге? Он пришел к тому, что на него работали одни из самых талантливых инженеров на то время. И оружие, которое они создавали, было действительно революционное. И более того, не то, что оружие было революционное, а сам способ производства, который организовал Кольт, и вот в этом была конкретная заслуга Кольта, в том, что сам способ производства был тоже революционный. Все, что они сделали, они сделали обычный конвейер, самую настоящую подточную линию. То есть мы говорим, что Форд был первый пионер в конвейерах. На самом деле это не совсем так. Первым был как раз-таки Кольт. Форд довел вот этот конвейер до самого конвейера. То есть идет какая-то резиновая такая хрень, и на ней стоят какие-то запчасти. Они передвигаются вот именно на конвейере, передвигаются одного рабочего до другого. Рабочие стационарно стоят каждый на своем месте и так далее. То есть вот тот конвейер, который мы сейчас знаем, который сейчас полностью везде роботизирован, раньше это была очень большая штука. Что сделал Кольт? Кольт сделал поточную линию. То есть запчасти переходили от одного рабочего к другому, или рабочий переходил к запчастям, совершенно было неважно. Но в чем была разница по сравнению со всеми остальными оружейниками, да и вообще с любым другим механическим производством, в том, что он старался делать все части всех изделий, которые они выпускали, в том числе револьверов, абсолютно взаимозаменяемыми. То есть очень известная ситуация, когда Кольт и его компания, они приехали на очень знаменитую британскую индустриальную выставку, сделали там свой буст, свой закуточек такой сделали, да, Кольтовский, и поразили там буквально всех, всю Европу. Что он сделал? Он взял 10 револьверов своих, разобрал их полностью, абсолютно вот до винтика, и собрал, размешал все запчасти, и собрал из всех размешанных запчастей тоже 10 револьверов, не оставив ни одной лишней запчасти. Мы сейчас понимаем, что для нас это как бы обычное дело, правда? У нас все части любого изделия, они как бы взаимозаменяемые. Возьмите любой пистолет-глок, разберите его, возьмите другой пистолет-глок, соберите его с половиной частей из другого пистолета, и все будет работать без всяких проблем. На то время, это было просто неслыханно, на то время, особенно в Англии, вот этот вот английский такой снобизм, анахронизм такой, знаете, мы англичане, мы там все крутые, а вы там какие-то америкашки приехали, блин, и на то время производство оружия было штучным, абсолютно штучным, причем как? Садился оружейник, у него были уже какие-то заготовки, уже были какие-то, естественно, болванки, и он брал болванку, допустим, ствола, ну и каким-то образом ее обрабатывал сам, лично, и вот прямо вот в соответствии с какими-то чертежами, потом брал какую-нибудь там, не знаю, болванку, делал из нее курок, делал из болванки там, не знаю, цевье, или там приклад, или ложу, или болт, или еще что-нибудь такое. Вот, каждый винтик, все это делалось вручную, и потом вручную уже подгонялось. То есть, если ты берешь какой-нибудь болт из одной винтовки, сделанной там в той же Британии, или в какой-нибудь Швейцарии на то время, то он совершенно, можно было гарантировать, что он вообще не подойдет, если подойдет, то с большими проблемами к другой винтовке такого же типа. То есть, изделия были одинаковые, изделия были одного и того же типа, одной и той же модели, одной и той же, даже, я не знаю, произведены одним и тем же человеком, но части между ними были невзаимозаменяемы. И это было абсолютно нормально. Это было полностью ожидаемо. То есть, все армии всего мира полностью ожидали, что если у них есть винтовка, то если человек потерял от нее, я не знаю, затвор, то все, винтовка становилась абсолютно неоперабельной. Почему? Потому что другого затвора, к этой винтовке, к этой конкретной винтовке подобрать было нельзя. Кольт это все перевернул к ядрению матери. Просто абсолютно к ядрению матери. И из его писем, вот я читал там какую-то его переписку с своим отцом, читал его переписку с инженерами, вот именно Кольт настаивал на этом. Это была его идея. Реализовали эту идею как раз-таки те люди, которых он нанимал, потому что сам он занимался мало самим производством. Ну, в общем, вот этим он отличался, Кольт. Вот это то, что он дал всему миру. Вот именно вот это поточное производство, именно вот это понимание того, что изделие должно быть именно изделием. Оно не должно быть каким-то произведением искусства. Оно должно быть прежде всего изделием. А потом, если это изделие крутое, тогда оно уже становилось, и мы понимаем его как произведение искусства. Вот в этом как раз и была заслуга самого Самириля Кольта. Ну, хорошо, давайте теперь перейдем к самому уже пистолету. Образмерим его, обвесим. У меня тут штанги, но у него, по-моему, садятся батарейки. Поэтому особо не ругайтесь. Значит, длина у него этого пистолета... Так, сейчас я вот так его возьму. Полностью включая Beaver Tail. 103 миллиметра. 103,57. Ну, в общем, 104 миллиметра, как говорим. Ширина в самой тонкой части затвора 7 миллиметров, там, с небольшим. А ширина в самой толстой части рукоятки с накладками, да, получается у нас 15 с небольшим миллиметров. И ширина рукояти... Длина, наверное, рукояти получается 32 миллиметра. И высота всего пистолета в самой высокой его части. Вот так мы возьмем. 73,5... 73,6 миллиметра. То есть, пистолет, как мы с вами видим, реально очень и очень маленький. Значит, вес его... Берем его вес. Не знаю, батарейки-то есть вообще или нет. Есть, у меня хорошо. Значит, вес его с пустым магазином. Сейчас в граммы переведем. Вес с пустым магазином у нас 372 грамма. Ну, достаточно такой весом. Ну, давайте сравним с PM-ом, допустим. PM... Все тянет вот сюда наш магазин. Значит, пустой у нас... Пустой магазин. Патроник пустой. Все нормально. Значит, у нас PM весит 700 грамм. Да, 709. Еще разок этот... 372 грамма. Значит, он же... Где у нас патроны? Подождите, где мне? 222... Вот он, 25-й калибра. Вот эти у меня есть патрончики, которыми я как раз вот, по-моему, из него и стрелял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Значит, вот они патроны. Сейчас мы с вами сделаем обычно для таких обзоров парад патронов и посмотрим... Сравним вот этот патрон 25ACP с другими обычными патронами, которые массово продаются здесь на рынке. Значит, у нас магазин вмещает 6 патронов и плюс один с патронники. Вот, грубо говоря, вес, общий вес полностью заряженного пистолета 409 грамм. Ну, наверное, где-то 410 грамм. Что, в принципе, ну, не так и мало и не так и много, да? То есть, он... Он такой тяжеленький. Для своего размера он такой, ну, тяжеленький. И когда кладешь его в карман, он там просто пропадает. Его не замечаешь вообще. То есть, заряженного, незаряженного тоже, в принципе, неважно. Видите, все пули весят 37 грамм всего. Поэтому, ну, что такое 37 грамм? Херня. Он очень удобный в носке. Его реально удобно выхватывать. В принципе, у него... Значит, давайте про эгономику его поговорим. Значит, у него есть все, что есть у современного куркового пистолета. Да, еще раз. Этот пистолет курковый. Это единственный из микропистолетов, который имеет курковую схему. Все остальные это страйкеры. Всегда. Я не знаю, почему, но так как бы выбирали оружейники. Вот этот вот... Его курковость, это как бы заслуга Астры. Заслуга их производителя. Потому что Астра взяла много у Браунинга. Но много она взяла что? Они взяли тип боевой пружины для курковых пистолетов. Они взяли прям почти чистоганно у Браунинга. Они взяли схему расположения тяги. И как тяга напирает на Сир, на этот, на... Как его? На Шептало. Тоже, по сути, Браунингская схема. И они взяли Браунинговскую схему разборки. То есть, крепежа ствола к рамке. Это тоже была Браунинговская схема. Ну, что ж такое? Зрёная мать. Значит, магазин у нас вытаскивается. Видите, это даже не европейский способ. Это какой-то совершенно идиотский, блин, криворукий способ. Но, не знаю, наверное, по-другому у них не получалось. Магазин, как я сказал, уже на шесть патронов. Коробчатый. Однорядный. Там простая обычная пружина. Есть окошки, в которых видно, сколько заряжается. Разбирается он очень просто. Пимпочка, планжер такой, который сдвигаем. Надо на него нажать, сдвинуть пятку. Вылазить оттуда пружины с подавателем. И всё. И собирать точно так же. Магазины, в принципе, не очень сложно найти на рынке. Стоят они где-то в районе 50-60 баксов, если в таком шикарном состоянии. Магазины всегда, несмотря на... Пистолет выпускался в двух видах. И австрияком, и кольтом он выпускался и в сатиновом исполнении, то есть блестящий такой, нержавейка такая. И в вороненом исполнении, в таком черно-вороненом исполнении. Мне вот этот конкретный модель нравится в вороненой больше, чем сатиновая. Сатиновая, она какая-то слишком блестит всякая. Блин, как рэпер ходишь с цасками. Не очень нравится. А магазины всегда у них были вот именно такие из нержавейки, не черные. Значит, дальше. Как я уже сказал, у него есть в принципе все, что характерно для современных курковых пистолетов. Даже есть полувзвод. Видите, вот. Причем полувзвод здесь такой же, как у 1911. То есть, когда он полувзведен, ничего невозможно сделать. Неважно, предохранитель стоит он или офф, то до тех пор, пока ты его полностью не взведешь, выстрелить из него невозможно. В нем реализован магазин Disconnect. То есть, если у тебя вытащенный магазин, даже если у тебя есть патрон в патроннике, ты из него никогда не выстрелишь. Ну, unless ты его разберешь нахер. Полностью. Я ненавижу эту фичу. Я уже вам говорил где-то. Она очень популярна, по-моему, в Европе. Я не знаю. Опять же, европейцы все время ругаются. Ни хрена она у нас не популярна. Это вы, американцы, придумали эту хрень. Не, ребята. В Астрии, пожалуйста. Хотя, хорошо. Чтобы быть полностью справедливыми, вот этот магазин Disconnect придумал, на самом деле, один из инженеров Кольта. Кольта, по-моему, в 1914 году. Фамилия у него на «Д» называется. Я не помню ни хрена, как она называется. Как раз, когда они производили вот эту, не эту модель, а 1908, отца вот этой модели, и как раз на модели Кольт 1908 в 1914 году впервые был применен вот этот вот магазин Disconnect. То есть, что это такое, это когда ты вытаскиваешь магазин, магазин становится неоперабельным. То есть, из него невозможно стрелять. Неважно, взведен. Курок не взведен. То есть, пока ты не вставишь магазин, стрелять из него, естественно, подходи. Стрелять из него невозможно. Это сделали, опять же, американцы в компании Кольт. Поэтому, когда мы говорим, что это магазин Disconnect, это европейская херня, мы не имеем в виду, что европейцы ее придумали. Мы имеем в виду, что европейцы настаивают на этом магазине Disconnect на всех оружейных изделиях, стрелковых, которые они выпускают. Единственное, чего у этого пистолета нет, и что характерно для практически всех современных Курковых пистолетов, это автоматической задержки затвора при последнем патроне. То есть, у него есть ручная задержка, есть вот этот предохранитель, который, с одной стороны, играет роль предохранителя. То есть, вот в этом положении мы можем стрелять в положении вверх, что бы мы ни делали, он, значит, блокирует полностью тягу, и стрелять уже становится невозможным. И если же вот этот предохранитель поставить вверх, то на последнем патроне, видите, он встанет на задержку. Просто-напросто у предохранителя есть такой вот, как он называется, я не помню, нач такой, который заходит в вытачку в затворе, и, видите, вот таким образом ее запирает. И для того, чтобы ее снять с задержки, надо просто нажать его вниз. Вот таким образом. И, блин, еще и ствол надо трогать. Вот так. И все. Для того, чтобы разобрать этот пистолет, ну, во-первых, нужно, естественно, вытащить магазин. Стоит он на взводе или не стоит, совершенно не важно. Прохранитель нужно поставить в крайне верхнее положение и взвести затвор. Затем, вот что Астра, испанцы, что взяли конкретно у Браунинга, это способ разборки, потому что он очень характерен для всех микропистолетов, для всех West Packer пистолетов. Это то, как Браунинг реализовал вот эту разборку в FN-1905, из чего вообще, в принципе, начали все повторять. Схему, которую все потом начали повторять в своих микропистолетах, включая итальянцев, всех, бельгийцев, там и всех, кто делал микропистолеты. Значит, все, что нужно, чтобы разобрать этот пистолет, я вам сказал, поставить затвор на искусственную ручную затворную задержку, потом повернуть по часовой, вернее, да, по часовой стрелке. Сейчас, да, по часовой, смотрите, по часовой стрелке повернуть его примерно где-то градусов, наверное, на 170, чуть-чуть вытащить, и потом повернуть обратно до нуля градусов. И вытаскивается ствол. Давайте я чуть-чуть поближе сделаю, чтобы было более видно это все. Затем мы просто-напросто берем, снимаем его с предохранителя, с задержки, и ствол сам по себе съезжает с рамки. Еще у нас здесь есть пружина, возвратная пружина с ее направляющей. Направляющий просто обычный металлический стержень. Ничего в нем особого нет, с такой головкой, напоминает гвоздь. Вот, и, в принципе, мы с вами его сделали фил-стрип, так называемый, то есть мы его разобрали. Теперь давайте мы снимем его накладки с рукоятки, я вам покажу, как там все организовано внутри. Естественно, для этого нам нужно попытаться ничего тут не поцарапать, потому что мы с вами помним, что этих пистолетов, их достаточно на рынке, и они, есть пистолеты в очень хорошем состоянии, вот этой модели, но, тем не менее, все равно мы очень аккуратно откручиваем каждый винт, чтобы ничего не поцарапать, чтобы ничего, упаси Господь, не задеть, и так далее. Значит, вот эти вот рукоятки, такие деревянные, они были, это родные его рукоятки, с такой белой, наверное, это, я не знаю, что это такое, олово, и, скорее всего, не алюминий, это какой-то такой очень мягкий металл, какой-то оловянный сплав, наверное, вот с логотипом этого кольта. Модели, которые выпускались в Америке, я не помню, сказал я или нет, ребята, что модели, которые выпускались в Америке с 71 по 73 год, значит, у испанцев были здесь две буквы CC после номера, а у американцев, у американских моделей, те, которые назывались Кольт Автоматик 25, у них перед серийным номером стояли две буквы OD. Ну, что они означают, наверное, я не знаю, наверное, не смысл узнавать, скорее всего, какой-то внутренний порядковый номер. А вот, на сайте Кольта есть специальная таблица, всегда можно прийти, найти, которая по серийным номерам любой продукции компании Кольт вам всегда скажет, где ствол произведен, когда и так далее, и так далее. Вот этот конкретный ствол по вот этому серийному номеру был произведен Астрой в 1960 году, по-моему, в апреле, что ли, что-то такое. В общем, это все можно сделать. Значит, смотрим, смотрим здесь, у нас есть целая куча всяких тут маркировок. Давайте на это все обращать внимание не будем. Вот эта буковка M означает конкретно, что вот этот ствол был модернизирован. Модернизирован каким образом? Кольт в свое время. В интернете есть целые фотографии. Сейчас я вот сюда попробую. В интернете есть фотографии такого флайера, который Кольт распространял среди всех владельцев вот этого вот пистолета. Дело в том, что у него в оригинальной версии, в австрийской оригинальной версии вот этот вот баек у него был не подпружиненный. Видите, вот этот вот подпружиненный баек у нас. И поэтому, если ты носил пистолет в состоянии 1, когда у тебя патрон в патроннике, возведен курок и он стоит на предохранителе, пистолет, то если ты его уронил, поскольку у нас баек не подпружиненный и ничем не удерживается, то в принципе возможно была ситуация, если баек находится в крайнем положении, возможно была ситуация, когда баек при падении или сильном ударе по пистолету, баек просто шел и накалывал капсюль, и мог произойти неконтролируемый выстрел. И для того, чтобы это все избежать, ну помните ситуацию с СКС, там примерно подобная ситуация, то есть у него мог происходить, у СКС, у оригинального СКС могла происходить такая херня, опять же, потому что у него баек ни хера не подпружиненный, и то же самое здесь у этого пистолета, значит, Кольт, вообще надо отдать, им надо должное, они до сих пор, до сих пор, вот сегодня, какое у нас сегодня число, я не помню, какой-то там октября 2015 года, по-моему, 30-е, то есть можно сегодня позвонить Кольту по их суппорт номеру и сказать, что ребята, у меня модель, астровская модель Junior, там такой-то серийный номер, и похоже, что она у меня не доработная, она у меня не модернизированная, то есть у меня не подпружиненный баек, и они отправят тебе почтовую марку, они тебе отправят лейбл почтовый, положишь его в коробку, отправишь Кольту, они убедятся, модернизирован он был или нет, и если нет, они тебе его модернизируют, они поставят, что они делают, они ставят новый баек и ставят пружину туда, и все это сделают бесплатно, несмотря на то, что этот пистолет уже побывал хрен знает в скольких руках, у кого он только ни был, и ему уже, сколько ему, 50 лет получается, он с 60-го года, 55 лет, он старше меня, надеюсь, 10 лет, и тем не менее, Кольт без всяких вопросов, он просто спросит, где ты живешь, твой адрес, чтобы тебе его обратно прислать, и, значит, они его полностью модернизируют и присылают тебе, когда они его модернизируют, вот здесь, на рукоятке, они ставят буковку М, и это не я сделал, это сделал его прежний хозяин этого пистолета, за что им огромное, естественно, спасибо, и это я вам рассказал про то, как его разбирать, и про то, как его модернизировать, идем дальше, ну, естественно, если мы смотрим на затвор, мы видим, что здесь обычная браунинговская схема, ничего тут такого сложного, простой обычный курковый пистолет, который, схема которого применяется где угодно, единственное, что здесь реально очень и очень интересно, это вот это вот, видите, такие проточки, три штучки, там, это у нас посадочное место под возвратную пружину, здесь у нас, значит, тяга, вот он, магазин дисконнект, так сказать, игра, видите, вот, такая штука, подпружиненная, такой, как бы, я не знаю, упор, наверное, как он, пластина, как его назвать, то есть, если мы сейчас, у нас взведенный, курок, если я сейчас возьму, просто, напросто нажму на эту пружину или просто возьму, вставлю сюда магазин, который, в свою очередь, нажмет на эту пружину, который даст возможность тяги, то есть, вот, тот дисконнект, он, что он делает, он блокирует возможность тяги передвигаться в продольном направлении, и тогда тяга, вот у нас кусок сира, здесь, этот кусок шептала, видите, вот эта вот часть, давайте, чтобы было более наглядно, если я сейчас нажму на дисконнект вот он и нажму на сир на на шептала то у нас сейчас курок сойдет и произойдет выстрел вот у нас все чики-пики значит здесь у нас здесь у нас полувзвод организован тоже очень интересным хитрым образом сделан он таким образом что вот видите вот здесь у нас на курке вот есть одна один упор есть вторую по этот боевой упор называется вот это как раз полу взвод и полу взвод сделан вот таким как бы знаете зацеплением с таким то есть когда у нас шептала заходит и встает на вот этого полу взвод то такой сверху не знаю будет видно или нет да вот сверху вот здесь есть такой как бы упор небольшой который не дает сейчас я его еще разочек стрельную снег смотрите когда мы его ставим на полу взвод видимо шептала вот здесь она встает на полу взвод на полу взвод сделан как бы с таким зацеплением поэтому когда он туда встала она ничего больше не сделаешь и как бы я не нажимал на вот это вот не подавал дальше вот это шептала не пытался его сорвать с этого полу взвода нихрена ничего не произойдет просто потому что этот шептала стоит там в зацеплении единственный способ увести его от этого полу взвода это просто-напросто продолжить движение курка до того пока у нас шептала не встанет полностью на взвод а взвод сделан без вот такого зацепления это просто простой как бы такой упор это боевой упор да фактически когда мы нажимаем на сир у нас просто-напросто вот этот вот сир шептала уходит зацепление с боевым взводом и курок срывается вместо бум и сидел так хорошо значит здесь мы по моему разобрались единственное что я уже сказал очень интересная вещь это вот эти вот три проточки у нас видим мы здесь такие три упора есть на стволе вообще вот эту хренатеньку называть стволом как-то язык не поворачивается честно говоря это трубочка это малюсенькая трубочка с какими-то там видите микро микро нарезами я не помню сколько там нарезов что-то уже даже пыль какая-то появилась из него я из него выстрелил на сам сделал где-то выстрелов 20 наверное вот это по моему да вот смотрите сколько из выстрела 1 2 3 4 5 на 3 15 раз хотя сделал 15 выстрелов просто убедился у меня не было 25 сипе купил эту коробку пошел в тир когда его купил в тот же день сделал за него 15 выстрелов убедился что он работает и все больше никогда из него не стрелял стрелять не буду я хочу этот сон просто в шикарном состоянии я хочу же помню в таком состоянии остался поэтому стрелять из него не буду это коллекционная вещь это совершенно не стрелябельная вещь значит здесь у нас но обычная горка все такое значит нас есть три упора это не боевые упор эти упоры не ставят не запирают канал ствола и не не делают ничего значит схема работы этого пистолета простой обычный blowback так называемый по-английски по-русски это называется свободный затвор то есть стреляем мы помним да это обычный мелкошечный патрон только грубо говоря с центральным воспламенением большая разница между не по массе не по заряду у него разницы с обычным 22 лар в принципе нет никакой поэтому давление которое этот пистолет испытывает или переживает в процессе выстрела они они мизерны эти давления и поэтому никакого смысла крепить ствол жестко к рамке как обычно сделано допустим давайте посмотрим как здесь сделано у нас в пьеме пьем у нас сделан по такой же схеме вот и как мы с вами видим пьем у нас ствол у пьема жестко конкретно жестко закоплен с рамкой видите и это это дает две вещи во первых нет смысла как так что-то делать отдельное по поводу ствола как в процессе его разборки чистки и так далее во вторых это дает более хорошую точность у ствола потому что ствол ни хрена не болтается в процессе стрельбы еще один но все абсолютно все вот если посмотреть по-моему вы видели уже да я не помню обзор мы на него делали нет но вы его по увидели это smith & wesson мнп сделанный валтером в калибре 22 тренировочный пистолет для для платформы мнп smith & wesson значит и у него то же самое у него тоже самая система схема работы blowback свободный затвор и тоже видите у него ствол очень жестко через патроника большой такая колодка большая с патроником она очень жестко запрещена закреплена к рамке не это дает очень много всяких всяких возможностей но одновременно с этим немножко усложняет производство в этих микро пистолетах закреплять жестко ствол к рамке соответственно усложнять производство и удорожать это производство и плюс ко всему усложнять немножко ну чуть-чуть усложнять схему сборки потому что да придется конечно запор каким-то хитрым образом как допустим у пьема снимать раз рамки при размере вместо того чтобы просто блин утонуть этот ствол и вытащить его оттуда и освободить затвор который потом можно спокойно снять с рамки да соответственно пропадает такая необходимость и но понятное дело что поскольку у нас теперь затвор просто входят такие пазы своими упорами ни хрена не жестко закреплен во время стрельбы то соответственно этот ствол у нас понятное дело болтается как хочет процессе стрельбы и это естественно очень плохо влияет на кучность самой стрельбы но мы с вами понимаем что вот этот пистолет создан принципиально для стрельбы на расстоянии но я не знаю 3 метра максимум но 5 метров это уже для него конечно много то есть пульт на 5 метров долетит она и на 100 метров долетит но прицельную стрельбу вести с вот такими вот прицельными приспособлениями даже трудно назвать прицельными приспособлениями конечно просто смех поэтому это пистолет так называемого последнего шанса грубо говоря вот и ну уж совсем так положа руку на сердце конечно для какой-то особой защиты он не сделан опять же это сделано с точки зрения посмотрите что я могу вот и и люди его покупали это это по сути игрушка понимаете ну смотрите на и такая маленькая штучка на нее смотришь это мужская настоящая игрушка она сразу вызывает за эти чувства утипути какой маленький мама мама давай его купим мама я буду в нем заботиться давай мы возьмем домой ну плиз плиз мама вот 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 это вот отношение вот такое отношение к этим пистолетам у меня тоже возникло я точно знаю что ко всем людям у которых вот есть страсть к микро пистолетам у них вот именно такое отношение не как оружие не как какому-то орудию убийства именно как игрушка это и мужское изделие этой игрушкой вот так нему мы относимся и поэтому говорить о какой-то точности стрельбы здесь и какой-то там супер его техничности экономичности какой-то там практичности херня это все собачья есть ствол он прекрасен он уникален он хорошо работает это хорошая вещь она служит тебе как действительно какой-то инструмент радости инструмент доставки тебе хорошего настроения придешь сюда возьмешь его руки пощелкаешь уже хорошо вот я именно так не отношусь то есть я вот отстрелял эти 15 патронов и все и хрен бы с ним никогда не больше стрелять не буду передам детям и тоже скажу что не стреляйте дед пострелял и все нормально стрелять не надо положить его в сейф это будет ваша игрушка я тут уже взял все собрал убрался здесь чтобы у вас особо не задерживать поскольку я уже тут я уже вижу наснимал там уже где-то на час наверно то и больше значит давайте мы его сначала соберем я уже накладки все поставил на место убрался здесь почистил все берем пружину возвратность направляющей вставляем на ее посадочное место затем мы берем затвор убеждаемся что значит сначала мы затвор ставим на его рельсы потом убеждаемся что пружина у нас точно заходит в ее место на затворе потом мы доводим затвор до конца ставим его на затворную задержку с помощью этого предохранителя потом мы берем наш ствол вставляем его пазами вернее упорами вниз доводим его немножко до того места где его можно поворачивать поворачиваем его слегка и отпускаем весь затвор естественно проверяем работоспособность вставляем магазин еще разочек все у нас нормально так сказать полностью собранный ну и для того чтобы уже закончить как бы картину поскольку мы начали впервые говорить о калибре 25 acp до этого по-моему мы еще этот калибр на нашем с канале не рассматриваю давайте я сделаю вот этот вот парад парад патронов которые вы так очень любите судя по вашим комментариям и сравним вот этот вот вот он патрон 25 acp которым я говорю этого маркировка значит вот он давайте посмотрим как он соотносится со всеми другими патронами которые массово применяются здесь на рынке сша охотничий боевые всякие значит вот это у нас это патрон по моему федерал это 22 лар мелкошка самая обычная мелкошка ничем не отличающийся от всех самых обычных мелкошек значит 25 acp у нас это самый маленький патрон а мелкошка тарантовый патрон мы знаем да у него воспламенение кольцевое вспламенение то есть у него боев бьет не в центре обоих бьет по краю именно то есть капсулем у него является все донцы гильзы значит здесь у нас не все донцы гильзы его ран то есть вот эти вот края ги донцы гильзы являются капсуле вот этот у нас это 32 acp патрон который следующий идет за размером 25 acp значит 32 вот этот у нас так где он у меня сейчас одну секунду вот это у нас винчестер магнум тоже 22 патрон вот именно этим патроном стреляет помните киллтек пистолет который мы с вами недавно делали обзор у нас чуть повыше вот это у нас патрон от fn57 но один из пользователей которого является fn57 мы тоже обзор 57 мы уже с вами делали это у нас 380 acp вот после 32 acp это следующий типоразмер во всех acp что означает это automatic cold pistol то есть даже даже в названии вот этих всех патронов сразу явно присутствует у нас имя кольта а все вот эти вот патроны большинство из них из-за себе серии патронов они связаны непосредственно с именем браунинга значит этот макаров 9 на 18 вот это у нас люгер патрон 9 на 19 вот он дальше у нас идет smith & wesson 40 40 smith & wesson очень и очень популярный полицейский так называемый патрон который специально был ну не специально но как бы предполагалось что основными пользователями его будет полиция всякие специальные секретные службы вот это у нас 45 acp или 45 авто это патрон который в основном стрелял 1911 thompson и так далее это у нас 30 карбин это тот по это промежуточный патрон между пистолетным и винтовочным патрон которым стреляет винтовка знаменитая карабин 30 карбин американцы и воевали время второй мировой войны мы с вами будем очень много говорить про этот карбин ближайшем будущем это у нас 30 30 57 магнум патрон сугубо револьверный из куба генри очень используют то есть винтовки со схемой скобой генри очень много используют патрон это у нас 44 магнум тоже много кто его использует в основном это с подствольными магазинами винтовки и револьверы это у нас самый-самый старый из действующих ныне калибров называется 45 кольт видите тоже кольт хотя сделала компания винчестер видите там с винчестера кольт конкуренция этот патрон я никогда не видел оболоченными никогда не видел в metal jacket я всегда его вижу только свинцовым видимо производят уже только для тех револьверов которые еще остались и которые стреляют еще этим калибром никому в голову не приходит как ты его я не знаю что ты будешь делать так часть патронов у нас полегла ладно пусть пусть лежит так вот это у нас 220 на это 556 по моему патрон вот он это натовский патрон вот этот патрон на счет смотрите вот это у нас обычно 72 на 39 до наш промежуточный российский патрон который много кто его использует на самом кэш калашников а вот этот патрон 300 blackout посмотрите на этот патрон очень повнимательный потому что этот патрон за ним я очень верю очень хочу верить в то что вот за этим патроном очень большое будущее дело в том что а этот патрон 300 blackout совмещает в себя все прелести патроны 556 и все прелести патрона 762 на 39 ну когда я говорю про пять про 556 я тоже имею ввиду 545 на 39 то есть российский российский вариант от этой мелкошечного патрона винтовочного да и blackout чем он хорош сейчас я вот у меня есть магазин от арки да макулский магазин потом 4 обычно вот смотрите вот я беру 556 естественно магазин на 556 вот я сюда вставляю я беру патрон blackout и вставлю в тот же самый магазин значит чем хороший этот blackout у него в принципе убойная сила баллистик вся и вообще все характеристики очень похожи на наш российский советский промежуточный патрон но прелести мелкого патрона типа 556 на 5 на 45 они у него тоже присутствуют почему потому что он такого же размера как вот эти вот на как патрон 556 то есть он для него подходит тот же самый магазин для него подходит тот же самый патроник то есть вот если сравнить его с 556 вернее не патроник болт болт я имею ввиду затвор значит все что нужно сделать для того чтобы перейти винтовки с патрона 556 на патрон 300 blackout это поменять ствол с патроником все больше ничего не то есть берешь патрон берешь тот же самый магазин тот же самый затвор та же самая коробка то есть тот же самый опер абсолютно и все что тебе надо просто взять свою винтовку и поменять в ней ствол с калибра 556 223 ремингтон на калибр 30 300 blackout и все и ты получаешь гораздо более мощность при всех выгодах мелкого патрона 556 почему пока еще не кинулся никто на этот патрон и даже армия пока не кинулась потому что этот патрон на данный момент ну у патрона производителей не получается сделать его дешевле чем сейчас он текущая ситуация такова текущий рынок таков что он сейчас получается примерно в два раза дороже чем патрон 556 это конечно убивает вообще все желание связано с этим патроном но что-то должно произойти я очень верю что в ближайшие где-нибудь года три-четыре наверное что-то произойдет либо кто-то начнет выпускать винтовки в 300 blackout буквально за дарма и народ начнет их скупать что хрен бы с ним за эти деньги она имеет смысл по-любому либо кто-то начнет выпускать патроны себе убыток эти 300 blackout для того чтобы я не знаю для чего вояки закажут какое-нибудь большое огромное количество миллиард патронов или еще что-нибудь такое вот именно 300 blackout в общем что-то должно произойти что толкнет этот патрон на рынок тогда я очень верю что мы все отойдем от 5 56 мы все отойдем на 762 патроны мы все придем к патрону 300 blackout я уверен что калашников будет выпускаться в этом патроне я уверен что все время 4 буду выпускаться Supreme Court и все клоны когошникова m4 все будут выпускаться в этом патроне в этом патроне в принципе сходится вообще все желание всех стрелков иметь все что они желают иметь и желают не иметь она все сводится где-то в этом патронах то есть мы все ждем ждем очень активный узкол так идем дальше я вас вообще сегодня заболтал героем настроение такое значит это у нас 3030 самый популярный охотничий патрон вот это у нас 308 винчестер самый популярный патрон наверное среди снайперов и прочих наемных убийц вот это у нас патрон наш мосинский очень солидная штука этот патрон 306 значит вот этим патроном наши воевали против фашистов мосинка и вот этим патроном американцы воевали тоже против фашистов с гаранта она но это с гарантом они воевали вот этим патроном а этот патрон был springfield 1903 их болтовая болтовая винтовка которой они воевали во второй мировой войне аналог мусинки а это у нас наш очень-очень-очень любимый 410 калибр это уже гладкоствольное оружие это у нас 12 калибр но и по традиции у нас 50 bmg browning machine gun и 20 калибр тоже много каких народу какого пользуют и вот у нас 25 калибр вот у нас такой вот был парад патронов я очень надеюсь что с патронами мы разобрались довольно муторная штука мне теперь все эти патроны раскладывать по всем этим коробкам потом все эти коробки распихивать в сейфами специальный патронный сейф есть который коробки хранить не гнидя и дыры в ящиках они говорили в коробках и блин довольно муторное занятие минут 20 придется ковыряться поэтому не очень люблю делать это в дальнейшем поскольку сегодня мы рассмотрели мы практически все самые ходовые патроны на рынке сша поэтому в дальнейшем если у вас есть желание или вопрос какие-то патроны вот отправляйте всех сюда на это видео и вот на вот это время когда мы начинаем я больше наверно эти парады делать не будут ну и в заключение приходится наверное когда ты делал заключение к этим всем видео я уже думаю там часа на два на не снимал я опять же хочу сказать что я обожаю вот эти микро пистолеток просто обожаю у меня это какая-то к ним страсть на данный момент у меня наверное все собраны все он действительно самые ключевые все которые имеют хоть какое-то отношение действительно к этой индустрии микро пистолетов естественно опять же обо всех них мы с вами будем очень подробно разговаривать это даст каналу какую-то возможность выпускать хорошие интересные надеюсь видео вот вам даст возможность знакомиться с новым оружием поэтому это как бы win-win situation в целом про кольт я должен вам сказать что конечно ситуация самой компании кольт она просто разочаровываем разочаровывает на данный момент ну вы наверно слышали да что компания кольт сейчас объявлена банкротом не банкротом в плане всех она кранты да а банкротом в плане реструктуризации всех их долгов они должны около 500 миллионов долларов сейчас всем подряд там по моему 300 миллионов банку какому-то еще 200 там кому не попыть то есть они сейчас находятся под так называемый главой 11 законодательства банкротстве сша и реструкты пытаются реструктуризировать и все такое проще я не знаю насколько у них получится по всему видно что марки кольт скором времени придут полные кранты также как эти кранты пришли марки винчестер в свое время и вообще на самом деле очень очень конечно обидно потому что есть всего пять ключевых имен американского оружия оружие строение прежде всего это кольт потом это винчестер затем это смит инвес после этого это ремингтон и потом естественно рудер вот из этих пяти компаний самая компания которая но она никогда не стояла у истоков вообще всего уже оружие строение она уже подключилась потом ее называют как бы оружейным комп оружейным делом да как компания дел в компьютерном мире блин сама ничего не изобретает а только как китайцы пользуются изобретениями других то есть так сказать ну ездит на спина на спинах других компаний то же самое в принципе и ruger делает я не скажу что ругер что-то не изобретает у них есть ключевые вообще взять ruger 1022 взять mark 3 и так далее но тем не менее по уровню вклада в оружейную индустрию ruger конечно уступает всем остальным четырем крупным американским компаниям много уступает и тем не менее ruger на данный момент финансово наверно самый стабильный из них ну то есть я веду все это к тому что справедливости нет ни хрена а кольт просто завалили все сходятся к тому что компания кольт могла бы жить и поживать и добра наживать и жить реально припевающе со всеми их контактами в государстве со всеми их военными контрактами с их просто несгибаемым именем они могли конечно еще 300 лет вперед делать нормальное оружие развиваться инвестировать куда-то еще и так далее но руководство современное руководство по общему мнению завело и просто в тупик опять же государство как всегда то есть вот эти развратные огромные контракты просто заставили компанию не делать ни хрена там в компании кольт по сути работают в основном дети племяннички всяких сенаторов конгрессменов и всякой этой шушеры естественно при такой ситуации какой там развитие какой там китом инновации на хрен смитон вэсон сейчас вот реально занимается инновацией реально ребята как-то встрепенулись пошли вперед винчестер давно умер ругер тоже так более-менее себя ничего чувствует и кольт реально умирает то есть по всему видно что кольт просто возьмет помрет и опять же очень обидно поскольку кольт во многих ситуациях это имя просто нарицательное вот так взять просрать это имя это надо было конечно еще постараться но они постарались они смогли что тут еще сказать такая ситуация ну хорошо ребята спасибо что досмотрели те из вас которые досмотрели это видео до конца и сейчас пойду его пилить посмотрю сколько вообще заняло это все наверное опять же говорит часа два ну и дальше будем продолжать опять же очень много оружия очень много нового оружия заказано много оружия вот и поэтому оставайтесь с нами как говорят правда всем счастливо всем пока